Уже несколько лет Управление культуры, национальности и религий проводит конкурсы проектов национально-культурных обществ с выделением бюджетного финансирования из областного бюджета. И вот уже второй год продолжается достаточно некрасивая история. В прошлом году такой конкурс был объявлен. Один из наших проектов стал его победителем. Проект назывался «Мы едыни». По, на мой взгляд, вине сотрудников этого управления оформление документации затягивалось чрезвычайно долго, порядка четырех месяцев, потому что мы планировали провести его ко дню независимости Украины. Он носит патриотический характер, я потом чуточку расскажу о нем. Потом не получилось, документы не были готовы, их документы потом мы перенесли это мероприятие ко дню города Николаева, потому что день города праздновался тоже Николаев и Украина, и Дыни по таким девизам. И в конечном итоге, когда появились документы, мы его просто приурочили ко дню украинского казацтва. Что из себя представляет этот проект? Это проект, который носит, я повторяю, очень серьезный патриотический характер, в котором были задействованы многие национально-культурные общества и их участники. Ну, вот самый характерный момент, это развертывание на советской флага Украины длиной 150 метров. Это самый большой, самый длинный флаг, который существует в Украине. Мы не ставили цель устанавливать какие-то рекорды, для нас было главное это продемонстрировать. Единство Николаевцев, единство национальных обществ, единство членов национальных обществ. Кроме этого, там были еще целый ряд интересных моментов. Это и межнациональная и межконституционная молитва за Украину, и игры патриотов, в которые принимали участие три национальных команды по истории Украины, по традициям и так далее. Кроме того, была программа культурных национальных обществ. То есть, большая, серьезная четырехчасовая программа, которая собрала достаточно большое количество николаевцев. И, наверное, не случайно к этой программе проявил интерес и телеканал «Интер», и телеканал «24 годыны». И они выпустили тоже сюжеты по поводу этого мероприятия. Кроме этого, на всеукраинских наших областных сайтах были отчеты. То есть, мероприятие прошло, на наш взгляд, на очень и очень достойном, высоком уровне. А этому предшествовало оформление конкурсной документации. И вот на этом этапе, я считаю, что отдельные сотрудники Управления культуры, национальности и религии сфальсифицировали определенные документы. В частности, после того, как был подписан двусторонний договор о проведении этого мероприятия, потом юристам управления по поручению начальника управления была проделана работа по уточнению некоторых моментов. Я его подписал, поставил печать, мне сказали, все, то есть мы отдаем на подпись начальника управления. И на этом, как бы, я думал, что все вопросы решены, мы провели мероприятие, у меня были заключены договора с контрагентами на выполнение определенных услуг, это и аренда звукового оборудования и так далее, и так далее. И потом выяснилось, что уже на заседании конкурсной комиссии, которая подводила итоги, определяла степень выполнения проекта, выяснилось, что, ну, то есть, вот этот элемент, да, календарный план не подписан, и на этом, а не подписан он по вине управления культурой, это однозначно, и это указано было в приказе, то есть конкретные фамилии названы, которые должны были обеспечить разработку и оформление этого договора. Это было указано на докладной, где четко было написано товарищу Власову, не товарищу, а старшему юрисконсулту Власову, обеспечить, как бы, оформление всей необходимой документации. Так вот, на этом основании, вместо того, чтобы принять решение о том, что по вине ответственных сотрудников не проведено полное оформление документации и обязать это проделать, было принято, ну, анекдотическое решение, проект не реализован вследствие не оформления вот этого приложения. Естественно, была достаточно большая переписка, ряд жалоб, но, к сожалению, это ничем пока не завершилось. Там есть масса нарушений, и в законодательном поле, и в организационном, и так далее, и так далее. В этом году снова объявляется конкурс проектов. И мы, наше общество, подает три больших, серьезных, весомых проекта. Еще три общества тоже подают по одному проекту. На сайте обл. администрации публикуется официальное объявление проведения конкурса, где четко указано начало подачи конкурсных пропозиций 28 января, окончание 28 февраля. И в самом конце есть приписка, прием конкурсных пропозиций закинчивается через 30 дней с дня определенного волошения конкурсной комиссии. Ну, человек, который читает объявления, он обращает внимание на даты. Мне, например, как-то не совсем даже пришло на ум сидеть и по пальцам высчитывать, когда заканчивается 30-й или 40-й или 9-й день. Тем более, что есть определенные требования нормативной документации, и в том числе и постанова Кабмина и Гражданский кодекс, где эти вопросы трактуются так, как необходимо. Кроме этого, на сайте Министерства культуры, которое является высшестоящим организацией по отношению к управлению культурой, есть примеры прошлого года, где четко написано срок подачи с такого-то по такое-то число, однозначно, без всяких комментариев и так далее, и так далее. Кроме этого, по постановлению Кабмита Министров требуется, чтобы в этой документации четко указывался срок проведения конкурса, граничный. Потому что, если этого нет, получится то, что было в прошлом году. В течение пяти месяцев затягивалось оформление документации, и в итоге определенные вещи были просто сорваны, потому что сроки проходят, проходят какие-то конкретные даты, к которым готовились эти проекты и так далее. Этого всего нет. На заседание конкурсной комиссии, а мы свои документы передали на правиле 28-го, то есть последний день в соответствии с термином, который указан в этом объявлении, на заседание конкурсной комиссии принимается решение наши проекты не рассматривать, не допустить к участию в конкурсе, потому что они поданы с опозданием. И все мои обращения к начальнику управления, к руководителю, председателю конкурсной комиссии, комиссии не имели никакого абсолютно действия. Они обратились по этому поводу за разъяснениями в юродел областного совета. Те, ну, дали, упореджены трактование этих вопросов, хотя в конце, чтобы снять себе ответственность, они написали следующее. В одночась зазначено, что выконавший аппарат областной рады, в том числе юридичный видел, ныне и упоминавшенным органам для подания разъяснений, стосовно процедурных пытаний, связанных с организацией и проведением конкурсов. И на основании их, ну, условной рекомендации, неполных, потому что есть еще и другая статья, следующая, и часть другая, где написано, что срок – это не только продолжительность, это еще и конкретные даты. Выносится решение о том, что не допустить наши три организации к участию в конкурсе. Назначается следующий этап, это уже второй этап рассмотрения конкурсных предложений, принятие финансирования, там, градации, то есть и так далее, и так далее, и так далее. В постановлении Кабмита министров 10.49.2019 года есть пункт 4, где четко указано следующее, что… вернее, пункт 17, где указано, что решение конкурсной комиссии может быть обжаловано руководителю, организатору конкурса, в данном варианте начальнику управления культурой. что и было сделано. Я так понимаю, что если есть обжалование решения, то надо как минимум дождаться, когда оно вступает в силу. Это общей юридическая судебная практика. К сожалению, сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии. Мое заявление, которое предусматривает именно эти моменты, тут было написано так, что до урегулирования вопроса и вступления в силу решения конкурсной комиссии считаем незаконным проведение второго этапа конкурса проектов. Естественно, пока что никакого ответа, никакого решения, а уже следующее решение комиссии принято. Принято, определены победители, которым уже выделено определенное финансирование. То есть явное нарушение законодательства. Кроме этого, нарушение законодательства в том, что в конкурсе документации, как я говорил, не указан срок проведения конкурса. А это, подчеркивает постанова Кабмина, является существенным моментом любого конкурса. Он не может растягивать до бесконечности. Люди должны знать в рамках чего и как проводится этот конкурс. Кроме этого, как это ни печально, но я думаю, что, возможно, здесь и есть коррупционные элементы. Потому что в составе конкурсной комиссии два председателя национальных культурных обществ, которые входят в состав Рады национальностей Миколаевской области. А Рады национальности является автором одного из проектов, который рассматривался на этой конкурсной комиссии. И они же за него голосовали. То есть явное нарушение. То есть есть конкретная заинтересованность, поэтому даже по этому пункту это решение подлежит отмене. Они должны были об этом заявить, что они входят в состав Рады национальности, поэтому они не могут участвовать в голосовании. Они этого не сделали. Явное нарушение. Кроме этого, приказ о назначении самого конкурса, формировании состава конкурсной комиссии тоже содержит целый ряд нарушений действующего законодательства. Чем объяснить такое отношение к нам? Ну, наверное, тем, что по мнению чиновников, если люди пытаются отстоять свои права, добиваются справедливости, значит, они превращаются их личными врагами. Кроме этого, я еще раз повторяю, в некоторых действиях, на наш взгляд, я не берусь судить вместо суда и прокуратуры, как бы определять, да, присутствуют элементы коррупции. Я думаю, что этим должны заняться соответствующие органы. Пока что три интересных знаковых проекта, разработанных нашим обществом, остались за бортом конкурса. На первый взгляд, да, взагалі, есть порушение прав общественной организации. Мы считаем необходимым принимать законные заходы для отстояния прав и интересов. Если это можно сделать в несудовом порядке, мы будем это делать. Если выникнет необходимость защищать права в судовом порядке, то мы будем их защищать, используя все законные механизмы и способами для этого. А на данный момент, про какие самые механизмы вы скажете? На данный момент, существует порядок оскаржения, дій и решений представников облдержадміністрации, как органов владных повноважений, в адміністративном порядке, то есть до высшестоящей инстанции, то есть керевника. Если никаких реакций не будет, то правовая оценка данной ситуации будет надана судом.